Это продолжение истории про летний фестиваль сказка. Но только в этот раз мы больше углубимся в быт и в детали жизни нашей декораторской. Посмотрим, что и как делают художники. Заценим разнообразие техник и приемов. Вообще в целом будет много нового. Если вы еще не смотрели первую часть, то все-таки рекомендую вам это сделать. Так картина будет более полной. Ну а мы начинаем. В первую очередь скажу, что зимняя сказка отгремела как надо. Я даже специально для этого ивента сделал новое панно в галерею. Не хотелось в этот раз ехать с пустыми руками. И как раз в голову пришла подходящая идея, зачатки которой появились у меня еще на летнем фестивале. Пока не понятно, но здесь будет такое смешение племенной и уличной эстетики. Что кстати у нас местами и получилось сделать на главной сказке. Вот давайте о ней сейчас и поговорим. А это так, считай, лирическое отступление. Вот так выглядит главный волонтерский лагерь, когда все работают. Прикиньте, тут даже приставка есть. Обычно отсюда начинался каждый день. Все просыпались плюс-минус одинаково. Ведь завтрак ждать не будет. Проспал, лох. Очень удобно, кстати, в плане организации труда. Так как за дело все брались приблизительно в одно и то же время. Все необходимые таблички уже сделаны, теперь каждый занимается своим проектом. Который в дальнейшем отправится в галерею. Делайте, говорю, крупными москами. Не, ну раз они в галерее будут стоять, можно не разморачиваться. Это вообще, блин. Ну, конечно. Зато все будут фотки. Как вы уже поняли, одними красками здесь люди не обходятся. В дело идет вообще все, что только можно. На что хватает фантазии. И мой излюбленный формат фигуры с фанерой тут тоже довольно неплохо прижился. Удобно же, когда изображение можно перемещать по площадке. Так можно подобрать место, где оно будет максимально в тему. Каждый участник нашего коллектива был уникален в своем стиле и умениях. А, вижу рога. Работы уходили далеко за рамки обычных 2D рисунков. В этом году, кстати, было очень много объемных работ. Вот, например, компания девчонок приехала вообще со своей инсталляцией. Большую часть которой пришлось крафтить уже на месте. Здесь, в лесу. Да и вообще новые идеи рождались достаточно бодро. Всем дико зашло расписывать мебель. Столики там, лавочки. Последние вообще разбирали, как горячие пирожки. На роспись я имею ввиду. А вообще, я бы про каждого с удовольствием рассказал. Но боюсь, что так у нас никакого времени не хватит. Все настолько разные. Это выражается и в подходе к работе, и буквально в квалификации. Здесь можно увидеть довольно прокачанных ребят уже с репутацией, которые что-то делают вместе с теми, кто только начинает свой творческий путь. Да и, знаете, это по большей части не важно. Главное, что всем понравилось. Воистину приятные деньги. Как у вас тут дела? Отлично. Вот этот, Светуль, с фоткой. Не вот этот, а вот этот, который на столе. А этот чемполь? О, смотрите, вот такой. А там глаз будет. Шикарный. Самый прикол, что наша художественная группа была не единственной. Можно за вами занять очередь, пацаны, на стирку? Не кричи. Слышь, Пётр. Ау. Ведь на поляне целая куча арт-объектов, которыми занимались другие ребята. Но мы все равно постоянно пересекались. Короче, мы пойдем выясним там обстановку вообще, что там происходит. Давайте, да. А что у нас с Мэйном? Ну, здесь ребята до сих пор трудятся, не покладая рук. Как я уже сказал, на мой взгляд, это самый сложный и масштабный проект на этом фестивале. И ты к ней не относишься как просто к сцене. Мне это немножко больше. Самый настоящий арт-объект. Вот сейчас смотрю на это все и, блин, какие же классные погоды. Но так было не всегда. Был и дождик. Как-то он шел целых три дня. В таком случае все забирались в декораторскую под навес. Это единственное место, где можно было продолжить работать. Чем мы собственно и занимались. Простоя у нас как такового и не было. Вот она причина, почему мы вообще все успели. Но во всем остальном непогода подкидывала трудности. Например, основную дорогу настолько размыло, что выехать или заехать сюда было нереально. Из-за этого мы потеряли связь с цивилизацией на несколько дней. И как раз по закону подлости в это время закончились и сигареты, и тушенка. Зато потом, когда все ранее сделанные заказы добрались до нас одним махом, вот тогда мы зажили. Ну это из бытовых моментов. Не думайте, это ни в коем случае не омрачило наше настроение. Напротив. Небольшой такой дополнительный челлендж. Ну только прибавил азарту. У меня еще записан такой классный вечерок, но там всю дорогу на объективе пыль. И такой материал я просто не могу пустить в финальный монтаж. Поэтому смонтирую его отдельно и выложу вконтакте, у себя в группе. И если вам кажется, что на ютуб ролики выходят слишком редко, а это так, то чтобы не заскучать, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там тоже выходят всякие видео, шизо-контент с белками и многое другое. Все ссылки в описании. Ну а мы плавно приближаемся к фестивалю. Первые гости, последние приготовления. Дорога к свету, да? Угу, к туалету. Сложно сказать, когда начинается фестиваль. Это происходит плавно. Грубо говоря, в пятницу с самого утра пространство начинает активно заполняться разными людьми. Это как и первые гости, так и многочисленный маркет с закусочными. Максимальная суета. У всех в основном одна задача. Стать и разбить лагерь. И та группа людей, с которой ты жил последнюю неделю, начинает потихоньку растворяться в активно растущей массе самого разного народа. Какие-то палатки уже заработали и можно первыми оценить весь ассортимент, который привезли в этом году. Для любителей этого дела могу сказать, что здесь можно отыскать реальные диковинки. Ну, а я стабильно беру одну позицию. Это аромопалочки кобра. И жгу их только на этом фесте. Дома ни-ни. Хочу повесить себе такой ассоциативный якорек, чтобы как только почуял, то сразу флешбекнул бы сюда. И маркет – это только начало. Куча мастер-классов, хилинг-практики, массажи, йога. Не нравится танцевать и электронная музыка – вообще не проблема. Ты найдешь себя чем занять. Еще и разорваться придется, чтобы на все успеть. Зеленые. Какой опасный. Блин, мои санталии реально светятся. А есть еще вопрос? Ага. Во-первых, ты, да, Света за санталий флюрит, и ты можешь не отходить, мы наоборот на это смотрим. Да. А ты как будто убегаешь от него. А во-вторых, ты точно уверен, что ты здесь что-то приехал? Да, да. Я приехала с рукой. Я думаю, там четыре мои работы. И... Ааа, возможно, и дверь повесит. Так, это галерея. Здесь будут выставлены мои работы, которые я делал для межсезонных сказочных вечеринок. Видео об этом есть на канале, но не суть. Каждую из них я продублировал в таком интерьерном варианте. Теми же самыми материалами. Обе в наличии, но одну из них я хочу разыграть. С нее все и началось, это работа в коллаборации с Фойлер. Условия, как и в прошлый раз, но я все же проговорю их для новых зрителей. Вы становитесь участником розыгрыша посредством доната от 300 рублей. Через неделю мы в прямом эфире узнаем победителя. При помощи великого рандома. В любом случае, вы здорово поддержите мое творчество вот таким вот жестом. Все условия я продублировал в описании, заранее спасибо. Но была еще и третья работа. Тот самый золотой кролик. Да, он здесь и уже нашел себе местечко. Впрочем, как и его интерьерная версия, уже в частной коллекции. Ну что, скажем, наша задача выполнена. Можно потихоньку расслабляться. Красотища здесь, конечно, неописуемая. Даже если убрать отсюда все эти неоны и украшения, эта локация сама по себе не перестанет быть такой клевой. И особенно круто, когда в такое замечательное место приезжает столько замечательных людей. И ведь именно этот симбиоз откладывается в нашей памяти как приятное впечатление. То, что мы в дальнейшем называем сказкой. Остается только смыть с себя усталость и свеженьким отправиться веселиться. А вы думали, мы что там грязные ходим? Всю дорогу у нас был душ с теплой водой. Был полноценный водопровод. Тут фаянсовые туалеты стоят, блять. Вы о чем? Короче, освежившись, можно отправиться по основным местам. Здесь одновременно играет сразу несколько сцен. Отличаются они не только жанром, но и визуально абсолютно разные. Но тут уже кому что нравится. Я особо корней не пускал и по большей части все-таки курсировал, стараясь узреть как можно больше происходящего. Вся территория это большое кольцо и ходить здесь можно бесконечно. Я проверял. Но отправной точкой, финишем и стартом для меня всегда являлась галерея. Вот с нее и начнем. Зацените как тишка светится. Ммм, юность. Потрогай конечно. А ты можешь посмотреть вот этот миллиард открыток, потому что они все восхитительные и мы только что выставились. Здесь можно сказать такой чекпоинт. Место где можно встретить знакомых и вот о чем я и говорил кстати. Потеряться здесь как нечего делать. Стоит только отвернуться и все. Ищи с вещем. Хотя может быть это и к лучшему. Ведь при таком раскладе ты даже не представляешь что может с тобой произойти. Какие новые знакомства ждут тебя. Да и вообще куда там тебя занесет. А занесет обязательно. По большому счету люди сюда за этим и приехали. Пережить новый экспириенс. Такой не похожий на обычную жизнь. Здесь самое место для того чтобы по-настоящему раскрепоститься. Разодеяться как душе угодно. Да и в каком-то веке без лишних масок побыть просто собой. Это впечатляет. Отсюда можно много чего ввести. И я не в материальном плане имею ввиду. Фестиваль как живой организм. Он с каждым годом все растет и развивается. Приобретая все новые черты. Например в этот раз отчетливо чувствовалось присутствие уличной культуры. Мы далеко ходить не будем. Это первый год когда во время фестиваля чуваки рисовали граффити. И кстати выглядело это весьма органично. Я надеюсь что даже несмотря на глобальные перемены в этом мире. У нас останется возможность повторить это приключение. Блин я на многое готов пойти ради этого. $2525 млнхлдпппп Mr.